Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев и сегодня у нас продолжение нашей карьеры за Краснодар. Сегодня у нас два матча. Это Анжи и матч против Тульского Арсенала. Решил я выпустить второй такой состав, потому что первый у нас не особо готов. Очень много сил было потрачено, поэтому Петров выпущу только из первого состава, потому что Рамирс у нас под удалением и Вандерсона, потому что Велбек устал. И вот таким составом мы попробуем пойти на домашний матч против Анжи. И также сегодняшний матч. Это 15-й матч в чемпионате России в РФПЛ, то есть это середина и окончание первого круга чемпионата России. Итак, мы очень хорошо играем дома, не проигрываем даже Спартаку, хотя проигрывали 1-0. Обыграли мы Саунгемптон 3-0, 2-0 мы обыграли Аберден и 3-2 обыграли Лиль. Это я про Еврокубки говорю. На выездах у нас очень плохие показатели. Саунгемптон мы проиграли 3-2, 2-1 мы проиграли Аберден и вот будет выездной матч к Лиле. Поэтому нам ни в коем случае нельзя проигрывать Лиле, иначе мы не пройдем дальше в плей-офф. Итак, идем мы в хорошую атаку. Поехали, друзья. Васин, ой, какой хороший навес идет. Хубулов, и это 1-0, друзья. Из-за талахи с Хубуловым разыграли на 16-й минуте, и вот так вот Анжи выходит вперед. Просто оторвался от защитников. Не было там никакого офсайда, не машите. И Вандерсон, 1-1. Вот так вот, прям по Юрченко ударяет Вандерсон. И хорошо здесь вот убрал со второй попытки и в ближний угол. Как я и сказал, нам очень нужно было сравняться еще в первом тайме, и у нас это получилось. Оп, Клайсон видит Вандерсона. Вандерсон и этот 1-1. Снова камбэк на Краснодар-арене. Также мы проигрывали Спартаку. И сейчас Вандерсон забивает второй мяч и выводит уже вперед. Вот так вот хорошо Клайсон взял мяч, и вот так вот левый набой. Просто думал Юрченко, что снова в ближний угол пробьет. Но нет, Вандерсон пробил дальний. И Клайсон делает счет 3-1. Вандерсон сегодня абсолютно лучший игрок матча. Забивает два мяча и отдает долевую передачу на Клайсона. Вот так вот великолепно. В разрез и в касание. Юрченко тоже просто не успевал. Сделаем мы замены. И 3-2. Вот отскочил, я еще раз говорю, не в нужную сторону. Вот так вот раскатил нас Анжи. 90 минута 3-2. Может стоит еще пойти нам в атаку. Попробовать забить. Нет, уже все. Сейчас должен быть свисток арбитра. Да. Ну что же, друзья, победа 3-2. Обидные два гола мы пропускаем. Как бы сказать, Анжи открыли счет, Анжи его и закрыли. Логично все. Но мы успели забить за этот промежуток времени 3 мяча, друзья. Вандерсон 9-3 оценка. Действительно хороший для него матч. Пришло нам одно сообщение. И это дисквалификация окончена. Рамир изготовлен к следующей уже игре. Проведем мы тренировку. Перед собой действительно нам нужно лучше играть. Вот он прокачался. Дреуси может получить скоро 78-й рейтинг. И у нас на очереди матч с тульским арсеналом. И так, делаю я небольшие перестановочки. Дреуси с Вандерсон, пожалуй, останутся. Вместо Лаборде пойдет Мамаев. Так, выпускаем сразу, хорошо, весь стартовый состав. Так, потом я сейчас с Тереком нормально там получится сыграть. Команда у меня сейчас нормальная. Так, ну, придется выпустить здесь Рамиреса. Налдо и Шишкин. Все. Вот такой состав у нас. Под Березкин. В составе все. В резерве. Он в запасе, если что. И назван лучший игрок в месте. И это Дмитрий Полос. Ну, не знаю, не видел вообще. Велбек лупит как из пулемета. Так, лучший бомбардир Витиньо. Друзья, у меня в планах есть такая мысль. Если вы наберете достаточное количество лайков в конце нашего сезона, то мы продолжим нашу карьеру за Краснодар. И, скорее всего, этой зимой мы подпишем Витиньо. Потому что Велбек у нас уйдет в следующем сезоне. Он вернется в лондонский арсенал. Также у нас придет Ари. Но я не буду даже с ним пытаться играть. Или продам его все-таки. Или, ну, скорее всего, лучше продам. И попробую на вот эти деньги, которые сейчас вот у нас есть. У нас неплохие есть 9 миллионов. Так что нам обязательно нужно выходить в плей-оффы Лиги Европы. Чтобы нам добавили небольшую сумму. Чтобы на эту сумму мы смогли купить Витиньо. Логично все, мне кажется. Снова домашний матч. И теперь у нас на очереди Тульский арсенал. Против Тульского арсенала у нас идет прямо-таки первый состав. Тут и Федор Смолов, и Мамаев, и Гран Крисналдо. Так что все как надо. Итак, шестнадцатый тур чемпионата России. Первый матч второй половины сезона. Итак, ну все, это мы посмотрели. И смотрим на турнирную таблицу. Два очка. Ага, вы смотрите, у нас еще матч в запасе есть. Там, я так понимаю, ЦСКА в ничу или все, скорее всего в ничу они сыграли с Рубином. Поэтому у нас есть. Говорили, вот Велбек лупит как с пулемета. Но сейчас вот Смолов. Залупил это 1-0. Федор Смолов, двадцатая минута. Выходим и вперед. Радуются и ликуют болельщики, потому что Федор Смолов забивает очередной гол в чемпионате России. И для меня это тоже хороший знак. В отличие от того Федора Смолова, который был на определенном турнире. Он там немного так забил. Но тот факт, что он сейчас находится не в топ-3 даже лучших бомбардиров. Поэтому меня это и настораживает. Но он забивает, и это хорошо. И есть 2-0. Что? Автогол? Вы серьезно? Джейсон Вергара забивает автогол. Ой, друзья, Федор Смолов так и не забил. Но смотрите, какую передачу, во-первых, на него выделили. Есть! Подберезкин, друзья. И заметьте, снова, снова с углового забивает Подберезкин. Я его только вот выпустил. И вот он забивает благодаря Себастьину Дрюкси, который навесил с углового. И Подберезкин снова забивает, друзья. Я нашел этого парня именно на угловых. Победа 3-0. Голы Смолова и Подберезкина и автогол Вергары нам приносят эти 3 очка. Хороший результат. И сейчас мы посмотрим, на каком там месте Федор Смолов по забитым мячам. Итак. Федор Смолов, третья строчка. 10 мячей он забил. 2 мяча надо давить Тиньо. И Краснодар пока что имеет хорошее преимущество в 5 очков до московских армейцев. Это хороший результат, действительно. Нам пришло сообщение. И спасибо нам, говорит Себастьин Дрюкси. Я тебя и не убирал ниоткуда из состава, Себастьин. Благодарить даже не за что. Зенит, между прочим, выходит вперед. ЦСКА потеряли очки. Санжи. Вот так что теперь нашим соперником может стать и Зенит. Матч у нас будет в этом году. Это последний в чемпионате России. С Тульским Арсеналом это был последний домашний матч в 2016 году. Поэтому все. Ну а теперь пошли уже выездные матчи. Один мы поедем в Грозный, а потом, скорее всего, оттуда поедем сразу во Францию. Итак, с Тереком мне надо выпустить какую-нибудь вторую такую команду. Это Дрюкси и Вандерсен. Здесь Лаборде. Здесь у нас Барко. Здесь Газинский. И вместо Кабуре я выпущу Клайсона. Здесь, не знаю, Рамирес или... Ну, пусть так будет. Потом Мартынович с Васиным. Калешин. Ну и Китюк пока что. Вот. Ну вот осталось на последние, друзья, две... Последняя у нас в следующем выпуске будет серия. Это пока что. Потом я карьеру ненадолго приостановлю. Для Вас приготовлены интересные выпуски. Угадайки, так и еще и одной интересной рубрики. Мы создали ее. Вот. Так что... И сделаем еще специальное видео по отчету, как бы, за первую половину сезона в Краснодаре. Ну что ж, друзья, с вами был Андрей Хорев, канал Футбол это жизнь. До скорой встречи, друзья. До свидания.